Приветствую вас. Здравия хотел бы отметить, что ответ моего коллеги является очень грамотным. И если вы хотите расположить своего мужчину к себе, то действительно нужно понять, пообщавшись с вами, какое действие его отдаляет от вас, потому что сам по себе мужчина вряд ли стал бы отдаляться. Но, как правило, да, я постараюсь ответить вам на ваш вопрос, как правило, мужчины отдаляются в нескольких случаях. Значит, первое, это когда человек боится ответственности за отношения. То есть, человек как будто влюбился, да, но при этом боится отношений именно потому, что допускают, что может не справиться, допускают, что у него может не получиться. То, что он хочет, вот, допускают, что он не сможет и, соответственно, чтобы не выглядеть неудачником, да, чтобы не ошибиться, чтобы не быть слабым. Мужчина отдаляется. Часто люди боятся эмоциональной близости из-за того, что не простраивают своих личных границ. И из-за этого еще могут отдаляться, то есть, личные границы у человека не построены и из-за этого он, значит, отдаляется именно потому, что боится ответственности. Боится сближения, потому что отталяется от того, что ему могут навредить. Вот. Это, значит, еще такой момент. Иногда мужчина всерьез думает, серьезно считает, что он недостоин женщины, недостоин любви. Да. То есть, берет на себя ответственность за другого человека. Понятно, что он это делает, потому что ответственность за себя ничего не хочет, то есть, это компенсация идет. Компенсация от того, что, ну, если бы сам за себя человек ответственность бы нес, да, вот, то ему не нужно было бы за другого брать на себя ответственность. Вот. Значит, вот такие его могут быть причины. Конечно, мужчины все разные. Это действительно так, как сказал мой коллега. В основе такого поведения всегда лежит определенный сценарий, определенные установки его жизненные, вот, ценности. Его понимания того, что правильно, а что нет, сейчас-то довольно-таки, ну, деформированные. Дальше, вы пишите, объясните его рассуждение о поведении в этот момент, с точки зрения психологии, когда мужчина понимает, что влюбился. Ну, поведение я объяснил, да, правда, вот, когда вы пишете, что заставляет человека отдаляться, да, именно заставляет. Вот здесь вы, как бы, не совсем правы, потому что, говоря, заставляет, вы, как бы, снимаете человека ответственность за то, что, он делает. Вот. А это неприемлемо. То есть, если, если мужчина поступает как-то, каким-то образом, то его никто не заставляет, он поступает так сам. А, потому что таково его желание. Вот. Значит, поведение я объяснил вам, именно поведением его. А, вот. Что касается рассуждения, то в зависимости от, эээ, мотивов, рассуждения могут быть, соответственно, такие, да, вот я влюбился, вот, но если я буду с ней, она будет сладать, поэтому я от нее отдалюсь, или, вот, я влюбился, но я не знаю, что мне делать, поэтому, соответственно, я от нее отдалюсь, или, вот, я влюбился, но я, допустим, не думаю, что я смогу быть хорошим мужчиной для нее, поэтому я от нее отдалюсь, дабы, эээ, не чувствовать, эээ, значит, себя, проигравшим, там, и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...